Здесь вы ставите галочки в кабинете, но, пожалуйста, не извиняйте, потому что там у нас новая аппаратура. Кроме современных Каибов, 25-й гимназии на избирательном участке иностранные гости. На шее аккредитация, на руке повязка. Жан из Голландии, он долгосрочный наблюдатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Задача – следить за ходом выборов в Госдуму. Его напарник – Австрика Каролина. Она уже поговорила с председателем избирательной комиссии. Все данные занесла в специальную форму. В сборе информации международным наблюдателям помогает перевозчик Светлана. Она говорит, иностранцев интересуют мельчайшие детали Организации дня голосования. Они нам задавали вопросы. Сколько у нас избирателей всего? Сколько мы получили избирательных бюллетеней? Как проходит голосование в спокойной форме? И почему у нас в комиссии одни женщины? Мы сказали, что в нашей комиссии пять мужчин есть. И объяснили, что в комиссиях-то учителя, поэтому женщины. Долгосрочные наблюдатели приехали в Иркутск еще месяц назад. Для своих коллег, которые прилетели всего за несколько дней до выборов, Каролина и Жан забронировали места в гостинице. Нашли перевозчиков, решили проблему с транспортом. Все расходы оплачивает неправительственная организация ОБСЕ. Помощь ни властей, ни тем более кандидатов в депутаты не принимается. Мы должны не судить, а наблюдать. Главное гарантировать непристрастность в ходе наблюдения, не вмешиваться в процесс выборов. А фиксировать все данные максимально точно и правдиво до этого момента были даже незнакомы. Мы граждане разных государств, чтобы гарантировать безопасность. Алексей Ткач пообщаться с иностранными коллегами не успел. Если обычные наблюдатели должны следить за ходом голосования целый день на одном месте по 12 часов, то международных наблюдателей задача иная. В Иркутске их не больше десятка. С 8 утра до позднего вечера они выборочно объезжают участки. На каждом бывают не больше 20 минут. Пришли, посмотрели, познакомились с другими наблюдателями и поехали, видимо, на другой избирательный участок. Толком пообщаться мне не удалось, потому что я, к сожалению, не очень хорошо знаю английский язык. Сразу после голосования в предварительном официальном заявлении ОБСЕ будут опубликованы результаты работы Каролины, Жана и еще 158 иностранных наблюдателей, работающих по всей России в день выборов 4 декабря.